Восемнадцатого декабря С 1930 года в Сухуми открывается причальная грузопассажирская пристань, и первым к ней подплывает теплоход «Абхазия». Сегодня нам расскажут его историю в Абхазском государственном музее. КОНЕЦ Иногда просматривая ролику, мы видим теплоход «Абхазия». Я думаю, и зрителям, да и нам, собственно говоря, не совсем известно об истории появления этих кораблей. После образования СССР в стране Советов установилась такая хорошая традиция давать кораблям имена, названия краев и республик. В составе крейсера «Красный Кавказ» плавали такие канонерские лодки, как Красный Аджаристан, Красная Армения, Азербайджан и, конечно же, Красная Абхазия, так как наша страна является страной Черноморья. У Красной Абхазии была другая судьба. У кораблей, как и у людей, своя судьба. Красная Абхазия прошла всю Великую Отечественную войну, помогала сражающимся городам Севастополя, Одессы и многих других городов. И она прошла успешно войну в 1946 году. У берега Одессы она нарвалась уже в послевоенные годы, нарвалась на магнитную мину. Тогда погибли 16 моряков. Но это другая история. Сегодня мы будем говорить о теплоходе Абхазия, который считался одним из лучших судов Черноморского флота. Теплоход Абхазия пришел 16 декабря 1930 году припрыг к берегам Абхазии. Затем теплоход сделал кругосветное путешествие. И там с Генуи он привозит на нашем корабле Максима Горького. Началась Вторая мировая война. Вообще, 20 век является очень трагичным и драматичным периодом, так как в этот период произошли Первая мировая война и Вторая мировая война. Ну, как известно, Вторая мировая война имеет несколько этапов. Первый этап – это 1 сентября 1939 года, а второй этап – это 22 июня 1941 года, который мы называем Великой Отечественной войной. После начала Великой Отечественной войны теплоход Абхазия из груза пассажирской превратился в санитарный транспорт. Какой же боевой путь прошел теплоход Абхазия в годы Великой Отечественной войны? 21 июля 1941 года над кораблем был поставлен флаг госпитального судна и поставили боевые орудия, чтобы он первое время мог себя защитить. Этот корабль очень был необходим для сражающихся городов Феодосии, Ялты, Одессы и Севастополя. Он множество раз побывал в этих городах, оказывал большую помощь. За 11 месяцев нахождения в строю Черноморского флота теплоход Абхазии сделал множество путей. Он прошел более 300 тысяч миль, перевез более 40 тонн ценного груза боевого орудия и флотского пополнения, конечно же. 14 раз подвергался артиллерийским и бомбовым ударам, атакам. Более 100 тысяч гражданского населения он перевез и военных. Этот корабль был необходим для этих сражающихся городов, и он доставлял всегда медикаменты, боевое орудие. Немцы не раз объявляли о гибели теплохода Абхазия, но он никогда не переставал плавать, значит, зля их, и все время выходил. Несколько раз уже объявляли о том, что корабль погиб, но он с яростью снова выходил и продолжал свое плавание. Где и когда принял свой последний бой теплоход Абхазия? Продолжалась героическая оборона Севастополя. Как мы знаем, самыми тяжелыми были июнь и июль 1942 года. 8 июня около полуночи в Новороссийском порту, загрузив теплоход Абхазия, вышел в море, загрузив себя орудиями, людским пополнением и, конечно же, различные орудия, медикаменты, продовольствия. И вышел к полуночи с Новороссийского порта и держал путь в Севастополь. И к утру на рассвете он появляется в Севастополе у Сухарной балки. Так как тогда Севастополь был со всех сторон окружен немцами, только лишь морские пути были открыты. Теплоход Абхазия с воздуха охраняли советские самолеты, а с моря – боевые корабли. Но немецкие самолеты не давали покоя, волнами начали нападать на теплоход Абхазия. Сами советские самолеты или отбивались от немецких снарядов, и эти снаряды падали на гору. И образовался тогда град камни, обрушился на теплоход Абхазия. А с мирных времен еще на теплоходе остались, он же грузопассажирский был, остались различные кресла плетенные. И тогда находящиеся люди на палубе начали защищаться этими креслами, поднимая ввысь над головой, как бы образовали зонтик. И они спасались от мелких камней и фугасов, которые взрывались на горе. Они также в эту погоду жаркую, это был июнь, одевали на себя полушубки, чтобы застревали они в этих мехах, эти мелкие камни и фугасы. Но немецкие самолеты начали усиленно искать теплоход Абхазия, для того, чтобы замаскировать его, пустили дымовую завесу. Но появился ветер, и дымовая завеса поднялась вверх. Вот этим и воспользовались немецкие самолеты, и сразу же в машинное отделение попало 4 бомбы. И уже теплоход начал крениться на правый борт. И 10 июня 1942 года теплоход был затоплен. Командир корабля, видя, что корабль тоже тонет, дал команду оставить корабль всем. Тогда начали снова выгружать тех раненых, которые были уже, одновременно же был произведен разгрузка и погрузка тогда, в то утро 8-го. И начали уже выгружать раненых, тяжело раненых. Тогда санитарка Мария Морозова была на корабле. Вообще на корабле было очень много женщин, врачи. Там целый госпиталь был, несколько операционных было. Во время таких сильных 9-10-бальных штормов они привязывали себя к операционным столам. И так производили такие очень сложные операции, вплоть до ампутации конечностей. И Мария Морозова вспомнила, уже когда был дан приказ, что у нее в штольне остались твой раненых. Она побежала мгновенно за ними, вытащила их, спасла их, но сама погибла. Какие герои были на теплоходе. Да, вот как и вообще в 20-м веке, конечно же, как и потери у нас были людские, И так и вот наш теплоход со званием нашей страны, она честно выполнила, достойно проявила себя. И за 11 месяцев, ну, она несколько раз, это был самый последний ее рейс, 16-й, именно в Севастополь. Именно в Севастополь был сделан последний решающий рейс. Потом уже немцы оккупировали Севастополь, временно она была оккупирована. Так выходит, теплоход Абхазии отпокоится на дне морского... Да, вот в отличие от Красной Абхазии, не смогли его восстановить. А вот Красную Абхазию вытащили, но уже дали другое название. Ему дали уже другое название. То есть теплоход Абхазия на дне Черного моря? Ну, да. Выходит? Да, да. Вот на момент гибели теплохода Абхазия, как раз снимок этот сделан был фотокорреспондентом Микоши. У нас в музее хранятся истории вот этого корабля и встречи, ветеранские встречи экипажа теплохода Абхазии. Очень много фотографий, высказываний о боевом пути теплохода, о личностях. Очень интересное. Вот все, что я говорю, я взяла из этих источников. Ну и, наконец, все-таки, мне кажется, будет нашим телезрителям интересно, как строился этот Карамба, если что-то известно об этом. Конечно же. Вообще, после образования СССР Абхазии руководитель нашей страны, тогда Нестор Аполлонович Лакоба, за столь короткий период времени сделал очень много, вот можно сказать, был сделан прорыв. Потому что у него самого вот такой был талант такой окружать себя цельными людьми, содержательными. А как мы знаем, в тот период была утечка умов с Россией, а он их привлекал к себе и окружал себя и ими. И вот этот прогресс и чувствуется потому, что не отталкивало. Он даже трудоустраивал их, еще и материально сверху поддерживал. Помогал. Да, поддерживал материально. И для многих потом уже Абхазия стала второй родиной. Вот этот прогресс, мне кажется, связан с тем, что он умел собирать и окружать себя такими людьми. Ведь не напрасно же одна из, в Советском Союзе, одна из первых республик, которая была награждена высокой наградой, орденом Ленина, была в Советском Союзе первая республика, это СССР Абхазия. У нас представлено фото огромное. Момент вручения Петровским, председателем ЦИК СССР, Нестором Лакова о такой высокой награды он удостоил нашу страну. Это все не зря. И не зря, конечно же, теплоход Абхазия приплыл к нам в Абхазию, так как 1930 года в Сухуми была открыта грузопассажирская пристань. И вот и не случайен был приход теплохода Абхазия. Вот предыстория создания теплохода Абхазия такова. Нестор Аполлон Чешлакова, конечно же, знал о том, что будет строить теплоход Абхазия. И от имени правительства он обратился к очень уважаемому человеку в Абхазии, к осману Тванба, так как тогда лес принадлежал сельской общине. И никто не имел права даже веточку сорвать с другой общиной. И вот Нестор Аполлон Чешлакова буквально передал слова осману Шамба, что нужен лес для того, чтобы будет построен теплоход Абхазия, красивый теплоход, который будет бороздить моря и океаны. Тогда совет старейших тут же дал согласие, и этот теплоход не случайно же появился. И он появился в день открытия грузопассажирской пристани в Суфу. То есть при строительстве теплохода был использован Абхазский лес. Да, совет старейших дал добро на лес. Так нещадно тогда не грабили леса. И с разрешения совета старейших этот лес был доставлен в нужное место и в нужное время. Так был построен этот теплоход. И деревянные отделки этого теплохода были с Абхазии. Скажите, сколько лет просуществовал теплоход? Если он к нам пришел в 30-м году, то 42-го года. 15 лет. Да. Но за 11 месяцев он такой проделал. 9 раз в Одессе, 16 раз в Севастополе, в Ялту по 9-10 раз. Он был очень юркий и один из лучших судов Черноморского флота. Он поменял свою судьбу из грузопассажирского, был превращен в санитарный транспорт. Вот так и не стало теплохода Абхазия, как и многие другие герои, которые прошли всю войну. Вообще 20-й век, конечно, за такой период времени две мировые войны. И это после депортации Абхазов 19-го века. Представьте себе, когда 80% населения оказались вне пределов своей родины. И в этих войнах участвовали и проявили чудеса мужества и храбрости. Достойно, значит, встретили, вернее, привнесли победу. Спасибо большое. Я думаю, этот материал будет очень интересен нашему молодому поколению и не только. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Спасибо.